Увеличат количество охраны и проведут ревизию способов досмотра в России после терактов в Крокус-Сити-Холле. Кинотеатры, музеи, торговые центры усиливают меры безопасности. Об этом пишет Известие. Как обеспечить безопасность в местах массового скопления людей, не только в мегаполисах, но и в малых городах, выяснял Александр Бушмакин. Саша, ну, в мегаполисах, понятно, меры усиливают, а вот что касается городов средней численности типа Кирова? Ну, то, что у нас не миллион жителей, это не означает, что мы в безопасности, так говорят эксперты. Ну, вот даже вспомним последний прецедент. Поджигали релейные шкафы на железной дороге, коктейль Молотова бросили в здание правительства, например. Это ж не театр и не музей. Да, это не театр и не музей, но это может быть и в театрах и музеях как раз таки. Но там есть охрана. Есть, но эксперты говорят, что не всегда эта самая охрана обучена тем правилам, которые должны они знать. И вообще охрана должна быть квалифицированной, так говорит полковник милиции в отставке Николай Кощеев. Время то, когда у нас уборщица в школе со шваброй могла прогнать любого дебошира, оно, к сожалению, прошло. И сегодня ситуация совершенно другая. Поэтому требуется квалифицированная охрана в любом, я считаю, месте. Но когда мы к этому сможем подойти, пока сложно сказать. Вот в каждое учреждение ведь не поставишь физически крепкого мужчину с оружием. Точно так же считает депутат Заксобрания Михаил Ковязин. По его мнению, персонал должен четко знать все инструкции по действию в той или иной ситуации. А ответственным за безопасность следовало бы проверять эти самые знания у сотрудников, чтобы, как говорится, знали, как себя спасти и как других. Нужно ввести там обязательную охрану. Это развивать систему видеонаблюдения и своевременное реагирование. Ну и романтикация, параллельная история. Это правило вообще, скажем, проведения людей на каких массах мероприятиях. Всего персонала. Потому что вот здесь важна, как и в любых вещах, важна не только лечить последствия, но и параллельные мероприятия. Вот в одном из театров я даже видела металлоискатели на входе. И вот даже если они будут в каждом театре, в каждом музее, то как, например, быть с торговыми центрами? Ну, сбегая немного вперед, скажу, что эксперты допускают вариант рамок на входе, но не на постоянку. А вообще в целом сейчас в ТЦ безопасности уделяют пристальное внимание. По крайней мере, так считает президент Российского совета торговых центров Олег Климов. Сейчас во всех торговых центрах достаточно на такой правильный уже оборудование стоит, который, по сути, выискивает какие-то определенные лица, на какие-то определенные моменты обращать внимание, то есть как вот эти камеры. Поэтому, ну, я думаю, что в этом вполне достаточно. Ну, на первом этапе, пока вот сейчас идет такая вот сложная проблема, но, по сути, конечно, она должна быть более усилена. Как их усилить? Ну, вот Олег Климов допускает, что в ближайшее время в охране в ТЦ можно было бы останавливать людей, досматривать их, где-то, может быть, даже поставить как раз-таки рамки металлоискателя. Но, к слову, Надя, жители Кирова беспокоятся за свою жизнь и жизнь своих детей. Вот так, например, сегодня буквально в соцсетях появилась жалоба на один из детских парков в крупном ТЦ Кирова. Автор пишет, что якобы вот там нет той самой охраны. Ну что ж, будем надеяться, что владельцы ТЦ и каких-то досуговых мест будут качественно следить за безопасностью. Спасибо, Саша, но мы продолжаем.